Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Объективный Уголок. Временно возвращаюсь к камере Lumix G2 для записи, просто потому что она маленькая и хорошо умещается над рабочим столом на штативе струбцине подвесной. Сегодня выпуск довольно насыщенный и, мне кажется, в практическом плане будет весьма интересен. По порядку. Это болванка, которая осталась от одной из работ. А это болванка, которая стала одной из новых работ. Хвост M39-M42, M39 непосредственно крепление и 42-й переходник, повышающий, можно сюда навернуть. Для объектива Индустар 29. Мне кажется, получилось весьма органично вписать это дело в общий вид объектива, Но самое главное, это более чем достаточная точность и зашкаливающая надежность всей конструкции. Вставка с резьбой M39 – это бывшее макрокольцо. Оно 2 см высотой примерно сейчас. И мало того, что посажено на эпоксидку, так еще и 6 винтов по всей окружности, которые проходят через сутовщу металла и выходят изнутри. Длина очень удачно совпала, кстати. Здесь 6 винтов плотненько упираются в хвост объектива, и он уже никуда отсюда не денется. Если, конечно, его не кидать об стену. Тут, конечно, может не хватить. Винты, кстати говоря, нашел очень даже опрятные и симпатичные. Они не потайные, как можете видеть. Но они под внутренний шестигранник. И мне кажется, они как-то посимпатичнее, чем винтики под крест. Сейчас у меня таких размеров 4 штуки на 5, 10, 12 и, кажется, 18 мм. Думаю, поискать что-то подобное и подзакупиться другими размерами. Эти на 1,6, кстати говоря. Ям 1,6. Была мысль отполировать и корпус объектива, но, прямо скажем, состояние оптики, а именно задних линз, оно не очень хорошее. Поэтому не стал особо заморачиваться на этот счет, насчет косметики. Потому что, как бы, объектив работает. Он работает весьма хорошо. Картинку показывает приятно. С боке все в порядке. С контрастом тоже, в принципе, все в порядке. Даже против света он что-то может. И, надо сказать, что он даже немного превосходит тот экземпляр, которым я снимал в Новороссийске по весне. Не прошлой весной, а несколько более поздней. Здесь с резкостью картина повкуснее. Пока примеров полноценных на объектив нет, но я постараюсь уделить время. Во всяком случае, поставлю экземпляр в очередь тех линз, которые нужно отстрелять в полевых условиях. У нас постепенно наступает весна. Надеюсь, что она наступит быстрее, чем по календарю. И будет достаточно времени до комаров, чтобы покататься в лес. Ну, а вот эта болваночка у меня пока остается впрок. Она с красивой накаткой. Очень ровненькой. И, возможно, еще какой-то среднеформатник будет у меня подготовлен в такой же вид. Скорее всего, это будет Vega 28 MS. Есть у меня экземпляр в состоянии чуть лучше отличного. Движемся далее. Немножечко не влезаем в кадр. Думаю, можно вот так осмотреть, что здесь ничего не вскрывалось. А если и вскрывалось, то не мной. Клапан заклеен. Ну, а скотч видно, что наклеивался довольно давно. Обтрепался по складам. И довольно однородно все это выглядит. Итак, что здесь есть. Я надеюсь, что здесь кое-что из инструмента. Единственный способ узнать это вскрыть. Зарядка. Вторая батарейка. Там в коробочке руководство и переходник. Зарядка. Ну что, оно работает. Пишут, что здесь аж 16,8 вольт. Литийевое питание. Покупка была оформлена буквально дня 2-3 назад. И буквально вчера, 14-го числа, данный шурик был принят на транзитном складе каком-то, как пишет мне Алиэкспресс. И вот уже сегодня, чуть позже обеда, мне его доставил курьер. Очень быстро на самом деле. И в этом очень даже хорошо. А то я же думал, сколько он будет кататься у нас по России. И кто где его будет пинать. По цене. Комплект из шуруповерта зарядки и двух батареек вышел в 3000 рублей. Но Алиэкспресс мне с какого-то счастья выдал купон на 300, в итоге 2700. Поэтому будем исходить из ценника 2700. И за 2700 мы получаем довольно удобный девайс. Руки у меня, кстати говоря, довольно большие. И у меня он хорошо ложится. По качеству изготовления. Есть замечания к вот этому делу. Ну как-то оно уж совсем похабно. Литье резины прямо-таки на троечку. Хотя резина очень не скользящая. Если можно так выразиться. В целом по сборке ничего не хрустит. Вот пытаюсь корпус покрутить. Он не хрустит. То есть его по крайней мере скрутили хорошо. Вот эта переключалка очень даже тугая, плотненькая. Переключатель вверху. Тоже весьма хорошо работает. Не болтается. Некоторые нарекания лично у меня тактильно вызывает вот этот переключатель. Как-то он хлипковат. Учитывая, что это не только дрель, но еще и шуруповерт. Видимо, пользоваться данным переключателем придется довольно часто. Неизвестно, сколько он проживет. Вот в нем я вижу слабое место. Батарейный блок тот, что был в рукоятке с самого начала выглядит ну очень уж каким-то затертым. То есть не похоже, что его поставили один раз и, как говорится, он был в рукоятке. Такое ощущение, что им пользовались. Ставили и вынимали. На контактах даже остались небольшие потертости. Я резко сомневаюсь, что посадил их сейчас я. Вот хорошо видно здесь. И еще более хорошо видно батарейный блок садится как-то тоже не очень уверенно. Хлипковато. Таких люфтов, простите, я себе в первые недели владения токарником при соединении деталей не позволял. Значит, здесь то же самое потертости по пластику. Прямо вот сильно не похоже, что это новый блок. Какой-то он... Какой-то вот он не новый. Не знаю. Наверное, я так и должен. Как это будет работать все на практике, время покажет. Если будут какие-то у меня еще дополнения, замечания по нему, я, конечно же, с вами поделюсь. У меня он будет немножечко подсверливать и подгрызать там, где мощность, вес и габариты дрели совсем не подходит. А малая мощность дремеля и его высокие обороты опять же маловаты. То есть, такое промежуточное звено. Ну и опять-таки отсутствие проводов на рабочем месте, где и так этих проводов тьма, это тоже плюс. Я думаю, можно переходить к основной теме выпуска. сегодняшний пациент МС Калинар Пятен в довольно печальном расположении 2А. Типичные потертости на передней линзе, прямо-таки сеть возрастных морщинок. Задняя тоже здоровьем не блещет, к сожалению. И на просвет довольно грязненько. Если уж даже камера увидела какие-то мелочи, то глазам, поверьте, там гораздо всё более печально и даже на просвет смотреть не нужно. На яркий источник света. Каковы симптомы? Лёгкое разделение личности на 2 кусочка. Почему это могло произойти? Ситуация, мне кажется, была следующая. Вот у нас кольцо фокусировки. И кольцо фокусировки имеет характерную форму с небольшим выступом. Это есть у очень большого числа объективов. И данный выступ на кольце фокусировки является, по сути, частью механизма. Это этим выступом колечко выпирается в некие ограничители. И дальше них уже не вращается. Что, я предполагаю, случилось здесь? Случилось то, что у нас ослабились винты, которые держат это самое кольцо на детали геликоида. Вот на этой латунной детали. Вот у нас меточки вот этих винтиков остались. И в конечном счёте, рано или поздно, у нас геликоид просто раскрутился, не имея никаких ограничителей. Такая вот картина. Если произошло то, что произошло, то просто соединить две части и как-то их скрутить, как правило, удается довольно редко, поскольку нужно знать, где совмещать и где что крутить. кроме того, что нужно направляющими попасть куда нужно, нужно ещё и резьбами попасть куда нужно. Я лично не собираюсь заниматься подобной процедурой. Мне кажется более логичным несколько другой метод. Снять байонет, снять сами направляющие, после чего всё скрутить и вернуть направляющие на место. и уже после подбора положения кольца фокусировки выставить бесконечность. Чем и займёмся. Кстати, вот здесь отмечаю арсенал в хорошую сторону, как в армии. Здесь направляющие не худосочные, латунные или медные, я не знаю, в общем, из какого-то жёлтого сплава. Это очень надёжный вариант, очень разумный в данном случае. И с отвращением по этому поводу вспоминаю направляющие рожки в Мир-1 автомат и в Юпитер-9 автомат. Попутно, насколько это возможно, промою детали геликоида и какие-то возможно отдельные части, которые я сейчас буду снимать. Оно как бы такой задачи остро не стоит, но объектив в довольно печальном состоянии, я хочу его немножечко порадовать. при снятии БН это особо волноваться не стоит, под ним никаких пружин, и вообще он очень такой примитивный элемент. засада у нас может крыться дальше. Кольцо диафрагмы имеет два шарика под собой. Один из шариков отмечает целые значения 2,8,4,5,6 и так далее. второй шарик отмечает промежуточные значения. Вправить оба шарика на место, если у нас соскакивает кольцо диафрагмы, это задача не так, чтобы невыполнимая, но довольно муторная, даже если уже делал это неоднократно. Поэтому мой вам совет обмотать вот это все дело какой-то изолентой, лучше всего синий, чтобы кольцо диафрагмы не соскочило. А соскочить оно может легко, поскольку здесь мы будем делать всякие манипуляции отверткой. Ну, как говорится, на безрыбье и русалка-невеста. Выкручиваемся как можем. чтобы ничего лишнего не мешало, мы это все лишнее аккуратненько сбреем. Не так эстетично, как Володька сбрил усы, но нам хватит. Самое главное не побрить сам корпус объектива, хотя ему в принципе уже как бы ничего не страшно, но лишних косметических недочетов выносить ему не хочется. Кстати, мне указывалось на то, что когда все это дело случилось, из объектива вывалилась пара шариков. Откуда они могли здесь вывалиться, я, честно говоря, сейчас не представляю совершенно, потому что щелочки диафрагмы работают, подшипник диафрагмы на месте, прорех я в нем не вижу, таких, чтобы было прямо два шарика утеряно. Не знаю, странно все это. Кстати, вот за подшипник диафрагмы в этом объекте арсеналу тоже зачет. Полноценный кольцевой подшипник. отворачиваем направляющие. Винты характерные по виду, спутать их с чем-либо потом не получится. Таких тут больше нигде не встречается. Единственное, что стоит сделать, это немножечко пометить любым удобным знаком автоматом хотя бы одно направляющее. Логично, если отметили одну, то вторая автоматом будет в другом месте. Несмотря на то, что они в принципе практически идентичны, разница, я думаю, что здесь видна, но она минимальна, у каждой из них есть свои потертости и если они есть, значит они уже отличаются. Если поменять их местами, я полагаю, объектив будет крутиться и двигаться чуть-чуть хуже. Вообще, я сторонник того, чтобы все запчасти возвращать строго по своим местам. Если, конечно, речь не идет о какой-то переделке, когда хочешь не хочешь, а соберешь по-другому, чем это было первоначально. Несмотря на то, что вот эта пара резьб у нас работает довольно неплохо, я бы даже сказал хорошо, учитывая общее состояние объектива, я все-таки их разделю и, по крайней мере, вот этот подвижный элемент промою отдельно. Неподвижную резьбу со стороны линзоблока я просто очищу ватными тампонами, смоченными в обезжиривателе. Глобальные разборки у нас как бы здесь не предполагалось, поэтому я считаю такой вариант действий уместным. Важно! Здесь резьбы многозаходные, поэтому нужно в обязательном порядке, чтобы не иметь потом проблем с поиском бесконечности, отметить момент схода, чтобы потом не искать долго момент входа. Некую метку можно здесь поставить сразу, можно ее продублировать еще и где-то где-то с торца, после чего аккуратно, по чуть-чуть, контролируя все усилия, мы подкручиваем и чуть-чуть оттягиваем детали друг от друга. И как только у нас произошло разъединение, сразу же смотрим метку сюда и ставим напротив нее ответную. если мы деталь куда-то убираем в сторону и только потом беремся за отвертку и что-то ставим с большой вероятностью, что будет мимо. Ну, нас винячил. Ну, ладно. Мытья, предполагаю, и вот этот узел в сборе. Здесь тоже есть резьба геликоиды, тоже есть старая смазка, но гораздо чище, чем здесь. Поэтому первой в промывку пойдет именно эта часть. имейте ввиду, что бумажный скотч от такого дела довольно быстро размокает. Да и изолента, честно говоря, тоже. А изолента, ко всему прочему, она еще и оставляет весь клей. То есть клей с самой лентой отклеивается, грубо говоря. И потом могут возникнуть проблемы с очисткой уже деталей от клея изоленты. В некотором роде бумажный скотч даже выгоднее будет. Он смывается легче. Смазку под кольцом диафрагмы обновить потом очень несложно, потому что его поверхности открыты. И банально подмазать здесь, здесь и потом покрутить это вообще никаких сложностей не представляет. Его даже снимать не придется. нет, ну конечно, если совсем все по-правильному, можно и снять. Кстати, насчет правильности, ко мне сейчас едет с Алиэкспресса одна штуковина, которой у меня до сих пор не было, которой я вообще еще не пользовался. Но как в роликах про сделай сам всякий DIY, этот инструмент должен быть у каждого у каждого, грубо говоря. И вот вы удивитесь, что я до сих пор без него. Конечно же, распаковка будет на канале, я поделюсь радостью, поудивляю, дам повод хейтерам поугарать, это обязательно, куда же без этого. В общем, будет весело. Здесь у нас чисто. Поскольку жидкость совершенно чистая, из вновь открытой бутыли, я думаю, что нет необходимости промывать отдельно в чистой ванне. Точно так же поступаем со второй деталью. Детали помыты. Подшипник на ощупь стал работать вроде даже легче. Здесь чистенько. Эта деталь отмыта погружением, черные участки оставшиеся, это краска. здесь стер большую часть старой смазки с грязью. Без погружения, ибо линзы. И переходим к вопросу, чем смазываешь. В моем личном рейтинге вопросов, на которые мне надоело отвечать, это второй. Так вот, я для смазки большинства объективов использую САТИ. Безусловно, фоторесурсов много, специалистов много, вообще у нас куда не пнешь, все специалисты в какой-то области. Я не отрицаю их опыта, навыков и теоретических познаний. Я опираюсь на свой опыт, навыки и практические познания. А все это дело сводится к тому, что САТИ показал на практике свою жизнеспособность и применимость, и живучесть. В личном парке есть объективы, которые получили данную смазку еще несколько лет назад. Я периодически пользуюсь, ничего с ними не случилось, они как работали, так и работают. Безусловно, есть, наверное, еще более подходящие варианты. Но, к примеру, превозносимые многими СИ-180, что оригинальное, что тем более китайское, какая-нибудь поддельная левая, они, наверное, все-таки тоже хороши, но в каких-то других объективах и других областях. Почему мне не нравится СИ-180, например? Потому что она имеет такую консистенцию, что даже вроде бы если зазор достаточно большой в механизме, в резьбах, после нанесения ход становится очень вязким, очень тугим. Еще, чтобы провернуть механизм на СИ-180 нужно приложить начальные усилия гораздо больше. И это замечу даже в обычных комнатных условиях, либо в теплых условиях. Сам процесс смазки интерес не представляет. После смазки по меткам ставим подвижный элемент на резьбу со стороны линз, добавляем пока в произвольное положение кольцо фокусировки и немножечко его прижимаем штатными винтами. Кстати, здесь один из винтов даже сломался. Так, надо заменить. На данном этапе особо затягивать смысла нет никакого вообще. Задача только в том, чтобы эта деталь у нас никуда не сваливалась. Вот. Далее, вот на этапе такого полуфабрикатика у нас есть задача совместить сразу несколько вещей. на самом деле здесь многое упирается исключительно в терпение. Особенно, если вы будете делать это впервые, как я. А что я 5Н первый раз вот так вот. Так вот, что у нас здесь есть? У нас есть прорезь в кольце с подшипником. это раз. Ей нужно поймать небольшой штырёчек внутри, который непосредственно открывает и закрывает лепестки. Далее. Поймать нужно места, где крепятся направляющие и пазы под эти самые направляющие. Их положение лучше всего отметить, например, бумажным скотчем, что я сейчас и сделаю. заодно две небольшие полосочки удержат бленду на своём месте. Немного упростить жизнь может и отметка небольшого винтика. Вот он находится, как бы вам описать, как его проще всего найти. Ищите вот этот треугольник, переворачиваете и вот здесь должен находиться маленький винтик. это тот винтик, о который зацепляется выступ на кольце фокусировки. То, что винт этот на месте, говорит о том, что мои предположения были верны, что у нас просто открутилось кольцо фокусировки и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так может выглядеть отметка пазов поднаправляющие. Пробуем скручивать. Честно, вот на самом деле вот этот сейчас процесс происходит, я его делаю первый раз в жизни для калинар 5N. Я не знаю, как правильно, вообще не представляю, как правильно, у меня нет инструкций. Заводской мануал по понятным причинам отсутствует. хотя возможно не и есть какие-то книжки до руководства по этой теме, но я такие, честно говоря, даже не искал. При сборке по свежей смазке я предпочитаю немножко погонять туда-сюда механизм, чтобы эту самую смазку разнести. Не лишнее. Это не лишнее дело. Здесь у нас детальки немножечко начинают встречаться. еще нужно следить за вот этой пружиной. Так, по крайней мере диафрагму я поймал. Кстати, направляющие тоже встали напротив пазов. Ну, если уж не идеально, то совпадает вполне хорошо. Теперь поставим направляющие обратно. И начинается, по сути, самое интересное, поскольку все это дело еще может не совпасть. По крайней мере, с первого раза. Направляшечки тоже немножечко ополоснем и потом немножечко заново смажем. Про то, что они у нас отмечены, я думаю, никто не забыл. практически идеально совпали отверстия под винты. Это уже хорошо. Маньячить с усилием пока не будем. Еще разбирать может пригодиться. так. Вот принципиально геликоид у нас уже как-то работает. сильно выкручивать его вперед мы не будем, чтобы не повторилась та же самая ситуация, из-за которой мы этот объектив вообще разбираем. То есть, чтобы у нас он не разобрался вперед сам по себе. Скотч впереди убирать можно. И на этом этапе пожалуй можно убрать и скотч отсюда. Ну и пока все это дело не засохло, быстренько протереть. Так. У меня на предварительный подбор положения ушло полтора ролика с канала питстоп. Это где-то с полчаса наверное. Это здорово смотреть какой-нибудь технический канал технарский и самому копаться в чем-то механическом. Значит что имеем на данный момент. Направляющие геликоиды на своих местах диафрагма тоже на своем месте. Сейчас я отмотаю скотч и покажу что она умеет двигаться. с этим порядок. Минимальная дистанция фокусировки у нас отмечается. Ничего никуда не разваливается. Бесконечность напротив чуть-чуть не доходит до отметки. Я так полагаю что какие-то детали встречаются раньше чем нужно. но это повторюсь только предварительно. Я еще не ставил байонет и не ставил все это дело на камеру. В условно собранном виде уже можно будет подбирать положение кольца фокусировки досверливать при необходимости лунки под винты в новом положении и менять винты на нормальные вместо сломанных. вернее сказать на нормальный вместо сломанного сломанный один только. По вполне естественным причинам я окончание работы с калийнаром откладываю на завтрашнее утро. Сейчас у нас уже поздний вечер. За окном почти ничего не видно. А чтобы что-то видеть нужен свет. Нужно дождаться утра. для вас в видео пройдет секунда другая. Похоже что я угадал с положением частей когда собирал. Потому что сейчас например объектив выставлен на фокус на бесконечность. Но кольцо фокусировки у нас в каком-то странном положении между 3,5 и 5 метров. Остается единственный по сути последний штрих это аккуратненько взять чуть-чуть ослабить винты на кольце фокусировки настолько чтобы кольцо могло свободно вращаться на корпусе вот до такого положения. после чего довернуть его до значка бесконечности и закрепить в его конечном положении. Третий винт затяну позже его нужно будет еще заменить. Принципиально процедура по восстановлению работоспособности данного экземпляра завершена. Им можно пользоваться. Он сможет фокусироваться на бесконечность. минимальная дистанция фокусировки не будет разбираться и более того он даже немного смазан. Но для того чтобы иметь какие-то гарантии какую-то уверенность что неисправность не повторится я сейчас поочередно эти винты буду выворачивать и прямо в сборе аккуратно досверливать лунки в которые винты будут упираться чтобы кольцо никуда не свернулось и никуда не убежало. И вот здесь мне кажется есть некоторая конструктивная такая подляночка от арсенала. Дело в том что на корпусах большинства объективов есть возможность это колечко после сверления аккуратненько снять не разбирая глобально всего остального чтобы убрать попавшую или возможно попавшую внутрь стружку. здесь же у нас кольцо фокусировки снимается простите за выражение через попу. Вот это чайник приехал. Так вот кольцо фокусировки снимается через попу. Соответственно та стружка которая возможно сможет попасть внутрь она внутри и останется. Конечно я постараюсь принять меры к тому чтобы этого не случилось есть некоторые маленькие такие мастерские хитрости чтобы минимизировать это но тем не менее поэтому я доделаю все что должно напишу владельцу объектива а с вами я временно прощаюсь до новых встреч до новых объективов и полагаю если вы столкнулись с подобной же ситуацией то вы хотя бы примерно теперь знаете что делать ну а коли сомневаетесь в своих силах то знаете человека который может это починить всего доброго спасибо за внимание встретимся в объективном уголке спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...